Мы с вами на канале ИТОН-ТВ, программе с большой буквы. Меня зовут Марк Гурин, со мной в студии очень интересный собеседник, прошу любить и заловать Свимаген, старший научный сотрудник Института национальной безопасности Израиля, в прошлом чрезвычайный полномочный посол нашей страны в Киеве или в Москве, в Москве и Киеве, как кому удобнее. Здравствуйте, Свим. Здравствуйте, Марк. Невозможно себе представить, как бы вот мы сегодня живем одной жизнью, а со дня на день нам предложат план, знаменитый план Трампа по Ближнему Востоку, или там как это, сделка века, я знаю, миллион названий, чтобы мы здесь придумали, и как мы будем жить после этого, что какая-то точка счета, трудно не вспомнить дедушку Некрасова, который сказал, вот приедет барин, барин нас рассудит. Лучше не скажешь. Ну, если подходить к этому так осторожно, то я бы сказал, что есть люди, которые считают, что вообще такого плана не существует, и это все, это все протаганда, агитация и так далее, и вообще не следует к этому относиться слишком серьезно. Это розыгрыш. А Кушнер? Я говорю, есть, которые считают, что этого нет. Окей. И в Израиле тоже есть такие, это не план, это так отыграться. Во-вторых, есть, которые считают, что план разыгранный, якобы его нет, но для того, чтобы другим неповадно было соваться, например, России или европейцам, нет. План есть, но вы сюда не подходите близко, мы сами иисусами и так далее, и так далее. На самом деле ничего нет. Тоже такое мнение бытует. Это не все просто, да? И если учесть позицию палестинцев, то за последние годы они очень обижены на Соединенные Штаты. Они всегда на всех обижены, это их профессиональное, так сказать, кредо. Но на сей раз очень обижены ввиду позиции Соединенных Штатов по Иерусалиму и так далее. И поэтому я считаю, что США вообще не должны принимать участие вообще в ближневосточных разборках, и они сами справятся. А с кем они будут справляться? Вот я недавно слыхал выступление господина Набила Шаата на одной международной конференции. Есть такой основной такой спикер от имени Палестины. И который заявил, что вообще действительно что-то с этим американцем разговаривать, они занимаются своими там интересами, егемонией, они установили порядок единоличный такой, а мы будем, наверное, ждать, когда наступит многополярный мир. И вот тогда мы начнем переговоры. Когда будут другие, так сказать, участники присутствовать, это, конечно, он сказал на полном серьезе, звучит как шутка, потому что многополярный мир – это еще за горами. Есть такое понятие у россиян «многополярный мир», это когда все на паритетном уровне. Вот тогда можно будет обсуждать. Ну, это хорошо, потому что означает никогда. Но есть такой подход. Поэтому все эти разговоры о планах Трампа и с ним не воспринимаются достаточно серьезно на открытом уровне. На самом деле, наверное, учитывают. Что я могу сказать о плане Трампа? Во-первых, нам официально ничего не известно. Это начнем с того. Еще никогда не было опубликовано, кроме очень-очень узкого круга задействованных лиц в Соединенных Штатах. Я даже не уверен, кто вообще в Израиле тоже причастен к этому процессу. Может быть, очень узкий круг, может вообще никто. Просите, вы думаете, пример регистра не посвящали? Ну, не знаю, вообще ли детали. Вообще детали. Принцип был, конечно, озвучен, поэтому мы можем так его цитировать, но я могу только на общем уровне, естественно, потому что действительно никто не знает подробностей. Что представляет план вообще, подход Соединенных Штатов таков, что этот вопрос надо решать. У Трампа ярко выражен интерес, что это произошло при нем, в его царствовании, так сказать, в его период. И, естественно, это будет зачтено как великое международное достижение. И поэтому он хочет его провести результативно. Нобелевская премия, да, конечно. Ну да, я хотел это называть. Нобелевская премия к всех выборам. Ну, сами сказали, поэтому это во-первых, но и во-вторых, это, естественно, если еще получится, то это будет великое достижение для Соединенных Штатов и реализации, скажем, позиций Соединенных Штатов в регионе и в других точках мира. Еще до палестинского опроса хочу напомнить, что Трамп ведет параллельно несколько процессов на глобальном уровне, такого толка. Каждый имеет свои нюансы, но общий знаменатель он таком, что он решает эти проблемы. Он хочет и пытается ныне, как раз сегодня, решить проблему с Северной Кореей и унять с северокореянцев, как говорят, с Ираном, с Россией, с палестинцами и с другими игроками на Ближнем Востоке. И хочу напомнить, что ИГИЛ он уже убрал, его пришественники, но все же они берут каждого по одному и доводят до конца. Поэтому тут он осматривает... Кого он убрал? ИГИЛ, ИГИЛ. А ИГИЛ? И Алкаду, естественно, не дал им возможности выжить до конца, до победного конца. Это следует учесть. В этом контексте это к тому, что вот и этот палестинский опрос рассматривается как проект, который следует довести до конца. Это первое. Второе, как-то сделать. Но придя к определенным выводам, решение таково, что, наверное, нормальный двухсторонний процесс не сработал и не сработает. Значит, если оба сядут за одним столом, даже в присутствии того или иного, скажем, участника на глобальном уровне, это ни к чему не приведет. Уже палестинцам было предложено практически почти все, что они просили. И они не хотели. Да, и вообще предлагали бараки, бараки, Анаполе. Да, они там наставят на разных нюансах, но это все оговорки, потому что они реально не хотят завершения процесса. Можно отдельно обсуждать, почему и кому-то выгодно. Но факт он факт. Поэтому один из аспектов этого поведения, в этом случае так считают, это результат того, что на палестинцев якобы оказывает давление арабский мир или исламский мир, если хотите. И палестинцы или палестинские лидеры не хотят быть теми, которые ввиду всего этого честного народа, исламского происхождения, так или иначе зачтят им то, что они помирились с евреями, поэтому они не хотят быть этими. Есть такое мнение тоже. Но как бы то ни было решение таковое, что, знаете, если они так боятся этого арабского или исламского мира, так давайте тем самим решать вопрос за нас. Пускай на них наезжает или лига арабских государств, или отдельно взятые арабские государства или державы, которые смогут их убедить. Лига, это мы говорим, лига, подразумевая Саудовская Аравия. Да, но это есть такой ЛАГ такой, да. ЛАГ, да. И уже была инициатива ЛАГа и была инициатива Саудовцев, но это еще ни к чему не привело. Да, и Саудовская инициатива. Поэтому вероятнее всего основная под ногой этого плана, что рассчитывают на то, что эти государства, серьезно, Саудовская Аравия, Иордания, Египет и все все страны залива так иначе примут участие в процессе уломать палестинцев, чтобы согласились на мирный процесс. Хотя они заявляют о себе очень воинственные заявления палестинцы, на самом деле считают те, которые этим вопросом занимаются, что можно их привести, довести до, так сказать, до стола. Я прошу прощения, хочу уточнить для наших зрителей, потому что не все как бы живут этими каждодневно, этими реалиями. Под словом палестинцы наш гость имеет в виду палестинскую автономию, отнюдь не газу. Имеет всех в виду, потому что имеется в виду, что этих обоих надо мирить, пытаются, не получаются. Сперва. А вот вопрос, у меня нет однозначного ответа, не исключаю, что это включено в этот процесс. Есть, которые пытаются и ныне тоже помирить и не получается, потому что там подходы или разногласия очень серьезные. Кроме своей идеологии, что не следует и вообще нельзя говорить с Израилем, нужно только воевать, у них еще есть интерес, ярко выраженный интерес перехватить всю власть в палестинском лагере, поэтому чего-то вздаваться так рано. Поэтому тут есть проблема, и, конечно, естественно, что другие палестинцы этого не принимают, и между ним идут крутые разборки, как говорят, но это отдельный вопрос. Но весь этот комплекс, как? По частям, все вместе, их должны выроком довести до стола переговоров. В этом отношении, да. Если они туда попадут, в комнату или стол переговоров, да, то кто-то занимается этим вопросом Сизраилем, с чем он должен соглашаться или не соглашаться во время своих переговоров. Но так или иначе ему дадут четко понять, что это должно быть результативно и без белого дыма, что называется, мы от этого слова не отходим. Понятно, да? Это... Я, прошу прощения, должен объяснить. Белый дым поднимается над резиденцией Папы Римского в тот момент, когда принимается решение о выборе Папы. То есть, они не могут выйти из комнаты, кардинавы, пока они не выберут Папу, то это так, как говорят, до белого дыма. Да, да, я прошу прощения. Ну вот, в ожидании этого белого дыма и всего остального, да, идут сейчас подготовки и переговоры. Решено было отложить этот вопрос, потому что есть проблемы. И с палестинцами, естественно, и с другими тоже, но в основном с Израилем. Израильтяне, ныне действующие, заявили, что у них проблема с этим вопросом, потому что тут тоже есть раскол в израильской общественности. Есть разные лагеря, есть разные подходы к этому вопросу, есть которые считают, что вообще не следует вести никаких переговоров с палестинцами, ни с кем другим. Все наше и никому не дадим. Есть которые считают, что нужно, но по частям и немного, и так, и сяк. Есть которые считают, что не следует разделить это на разные страны. Два государства, а следует задействовать или оставить одно совместное государство. Есть такими подходами. Подходы тоже, между прочим, в палестинском лагере также. Есть которые, я вам сказал, упомянул Газа, но есть которые считают, что следует оставить одно государство и с этим продолжить, все равно победа будет за нами. Есть такой подход. Но в этом контексте так или иначе получается, что израильтяне не все рады этому процессу, поэтому просили отложить до выборов. Больше откладывать не дадут. Сами американцы, которым нет, что сказать в Израиле тоже, это то, поэтому мы ждем этих выборов и сразу тотчас же после них это будет обнародовано. Эти вопросы ведает спецгруппа от имени президента Соединенных Штатов, в частности, включая его зятя, так говорят по-русски, Кушнера или как его там? Джеральда Кушнера и же с ним, это небольшая группа, которая провела достаточно много времени в Риаде и в других столицах региона и действительно так или иначе подвела всех к общему знаменателю этой программы. По-моему, у них получается с частью этого мира, арабского мира. Ну а что дальше будет, это естественно вопрос открыт пока. Не все к этому относятся равнодушно. И среди мировой общественной тоже хочу, в частности, упомянуть Россию, которая смотрит на этот процесс достаточно грустными глазами и считает, что это не в ее интересах дозволить такой процесс, потому что если это произойдет по этому сценарию, она не удел. Ну да. А Россия всегда, многие годы пыталась играть на этом поле, позитивно, вообще играть, даже если безрезультатно, все же быть, присутствовать, иначе что за держава, если она не присутствует в основных разборках на глобальном уровне. И это одна из главных разборок сегодня, поэтому Россия очень хочет участвовать. Напоминаю, две недели назад в России, уже в Москве, был съезд или сбор всех палестинских группировок у России, которая пыталась найти какой-то общий знаменатель, вывести их на чистую воду, заставить их договориться или что-то с этим сделать, и договорившись согласиться на подход, что вот без России мы никуда не пойдем, что не исключено, что частично было достигнуто, но не полностью, конечно. И этот, если я правильно понимаю, эта конференция кончилась пока безрезультатно. И Россия теперь ищет возможности и так, иначе подключиться к этому процессу, иначе теряет смысл проводить свою позицию в регионе. В этом отношении это еще не вечер, потому что она продолжит, и не исключаю, что она пытается сделать это при помощи Израиля. Это так, напоследок. Ну, пока вопрос открыт. Я понимаю. А вот, я говорю, нет, ну смотрите, уже вот было знаменитое, почему, собственно говоря, народ еще раз возбудился по поводу этого плана Трампа. Значит, появилось небезызвестное интервью Жеральда Кушна, как его правило сказали, зять Трампа, правоверный еврей, молодой, энергичный, не бедный. В общем, то, что надо. Да, хороший мальчик. И он уже рассказал подробности. Это было интервью арабской прессе, он тоже не вчера родился, понимая, что он говорит. Что государства не будет. План не предусматривает. План предусматривает автономию. Мы оставляем себе контроль над Евзией и Самарией. А им оставляется право того, что поселения остаются, но не будут расширяться. Ничего нового. А, а, беженцам разрешат вернуться. Иорданию не забудьте. Он еще предлагал подключить Иорданию в этот комплекс. Да. Это один из вариантов. Если я правильно понимаю, он напоминает вариант. Есть три возможности. Включая четвертую, что ничего не будет. Но есть общий известный подход двух государств. Делим поровну или не поровну. Ну и теперь то, что происходит, это практически реализация ОСЛО, то, что у нас называется. Что это означает два государства для двух народов. И спор идет о границах. Это мелочи, но приятно. Видите, сколько лет. Так государства не будет. Это весь один подход. Пока он существует официально на международном уровне, как решение международного сообщества. Два государства. Есть мнение, что следует делать одно общее государство. Общее означает, что в одном государстве присутствует... Два кантона. Без кантона. Государство с кантонами, как хотите, но они все достойные и вольные граждане государства. Естественно, тут демографии следует. Все, как это, ты, я, он, она, весь целая страна, как пили в той жизни, так они просто демографически... А вот. Тем более, что они заявляют, что... Я не договаривался жить в арабской стране. Я ничего к ним не имею. Они не скрывают, потеря руки, что вот то, что евреи называют беженцами, это нереально. Те, которые сбежали отсюда, их там несколько десятков тысяч, они практически уже все, или большинство уже нет их в живых. А нас, пять миллионов их потомков, поэтому все пять миллионов имеют право на жительство здесь, и, естественно, проблема, да? Но это отдельный вопрос. Мне не хочется комментировать в тех формах, которые по таким поводам упоминали во времена моего детства на окраине города Даницк, который славится, так сказать, таким нравом непростым до сих пор. Значит, понятно, что пять миллионов, азоханой. Но что-то им, видимо, планируют все-таки кому-то что-то дать там. Нет, сейчас подойдет, это второй вариант. А третий вариант, действительно, вариант автономии. Какой-то автономии непонятно под кем, потому что, да, при участии или без участия Иорданию, которая тоже есть история об этом вопросе. А Иордания, а у нее спросили. Вот ее, не знаю, спросили. А английские королевы. Поэтому я не уверен, что они пылают желанием подключиться к палестинскому процессу. Но не исключено, что та или иная составная может произойти и создать какую-то автономию. Но автономия должна быть при ком-то или под кем-то. Тут непонятно, кто есть держава в этом отношении. А не автономия у Израиля. Это, значит, одно государство и с автономией непонятно. Поэтому я считаю, что, в первых, проект подразумевает два или больше направлений для обсуждения. Не исключаю. Конечно, большинство израильтян предпочитает, не большинство, определенная часть израильтян предпочитает автономию, значит, ничего не делить, а потом время покажет. Но определенная часть израильско-общественности считает, что следует делить два государства и вообще ничего общего с ними не иметь. Тут вопрос, как мы будем сожительствовать в будущем. Это два подхода. Но, как я сказал, мы еще пока официально не знаем этой программы, так что... Я хочу завершить, нам остается минута, завершить это дело вот на какой ноте. А у вас нет ощущения, что вот так все называют, в том числе и вы, разные версии, разные подходы, что решит, какой версия будет избрана, решит израильский избиратель. Вот какое правительство он изберет, кто будет формировать коалицию, в соответствии с этим будет предложена та версия, которая устроит ту или иную коалицию. Будет государство, не будет государство. Я в какой-то мере согласен с вами, Марк. Вероятнее всего это и подразумевается. Речь идет о том, что ходят слухи, что американцы, да, согласились отложить публикование или обнародование этой программы, но они ее обнародуют после выборов на назначение правительства, чтобы поставить как свершившийся факт... А, как только будет так понятно, кто формирует правительство, еще не надо знать, но кто будет, кого президент назовет. Любое будущее правительства найдет это в готовом виде у себя на столе. Это имеется в виду. Вы знаете, вот на этой тревожной, я бы сказал, ноте, и хочу напомнить нашим слушателям о той ответственности, которую мы дополнительно берем на себя, выбирая бюллетень в кабинете для голосования, не только то, что всегда, но и еще очень много и очень серьезное решение зависит от нашего выбора. Друзья, мы обязательно вернемся к этим вопросам. Спасибо всем. Спасибо всем, кто был с нами на канале ИТОН-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok